Всем привет, дорогие мои. Снова рад вас приветствовать. Сегодня мы с вами снимаем прогулочку. Сегодня я погуляю с вами по красивому подмастованному городу под названием Сергей Фасад. Находится в 70 километрах от Москвы. Еду в сторону дачи, немножко прогуляюсь по городу, покажу вам достопримечательности. Немножко пообщаемся. Пойдемте немножко. Это у нас привокзальная площадь нашего города. Ну, не нашего, а как бы города Сергей Фасад. Город исторический. Очень много здесь церквей, очень много красивых зданий. Сейчас мы с вами все посмотрим. Пойдемте тихонечку, будем общаться и разговаривать на эту тему. Решил прогуляться, с вами немножечко показать. Давно не выходил в эфир, все были дела-вела. Вот сейчас выдралась минутка, еду на дачу. Решил немножко раньше сойти и погулять. И что-то ремонтирую. Пойдемте дальше. Ну, такая вот у нас привокзальная площадь здесь в городе. Очень красивые постройки старинные. Такие вот. Сейчас я камеру выдвинуем немножечко, чтобы вам будет видно было. Ну, пойдем посмотрим, погуляем. Такие вот интересные постройки. Это все торговые центры, офисные здания. Понятник Ленина. Город большой. Город, кстати, относится к разряду Золотого кольца России. Очень много иностранцев здесь, приезжих. Город исторический. Сейчас с вами немножко погуляем, посмотрим. Автовазал города Сергеев Посад. Автобусы, маршрутки. Пригверные, московские. Всякие разные. Тут много всего стоит, потому что здесь люди ездят в разные места, кто где живет, да? Вот на даче, очень много дачников. Такая вот симпатичная постройка. Сталинные. Красивые места здесь. Пойдем сейчас с вами на центральную улицу. Она называется «Простой Красной Армии». Дойдем до Троицы Сергиевой Лавры. Может быть, по Лавре еще погуляем, посмотрим. Такие вот интересные. Всякие торговые центры. Вон там, издалека, если вы видите, виднеется купол Лавры. Сейчас мы до него дойдем. Здесь идти недолго. Город будет как на ладони практически. Вот эта улица, где вот так был центр Майяк, называется «Фиш-стрит». Ну, как бы рыбная улица, мы его так нежно «Фиш-стрит» называем. Опять автовокзал. Продолжение. Он как бы сквознячком идет. Короче, и уличка. И вот исторические здания здесь постройки. Вообще город очень красивый. По своей архитектуре. Сейчас пройдем на центральную улицу, там посмотрим. Там очень красивые здания. Город многолюдный. Сегодня пятница. Людей очень много. Но это нам не мешает. Погуляем с вами. Такой обзор небольшой вам сделаю. Я не буду многословен, потому что и город плохо знает. Сказывать, собственно говоря, не о чем. А так походим и гуляем. Торговый центр называется «Моя семья». Я в нем когда-то давным-давно работал. Ну, бывало, в эти моменты ссылку мне сейчас отсылали. На машине не взял. Пойдем сейчас по улочке вниз спустимся и пойдем к Трое-сергиевой лавре пройдемся. Такие вот старинные постройки. Это жилые дома. Люди в них живут. Такая небольшая улочка. Рыбная улица. Я уже говорил про нее, да? Мы ее называем как Фиш-стрит. Ну, это так чисто, чтобы для смеха было. Пойдемте погуляем вниз. Вниз по улице. Здесь как раз малолюдно. Тут сейчас заметил надпись такую интересную. Написано «Город преподобного Сергия Радонежского». Пойдем поближе, почитаем. Как тут красиво все сделали. Молодцы. Вообще за городом ухаживают. Чисто. Уютно. Красиво. Туда хочешь приезжайте. Улочка пошла вниз. К центральному проспекту города. Проспект называется центральная... Ну, как бы проспект Красноармия. Это центральный проспект города. Ой, даже вывеска есть. Красноармия. Указатель. Ну. Город преподобного, Сергия. А мы с вами пойдем дальше к Лавре. Гуляем по Лавре. Как раз указатель, да? Вот это Троецарь Сергия Лавра. А вот мы вот с вами туда и пойдем. Как раз видите указатель, удобно, чтобы будем понимать, куда идти, очень удобно сделано, да, уже вокзал, автобус, вокзал и так далее. И пойдем-то вниз по улице погуляем. Вот она как раз и переется перед ним. Это же такая историческая старинная вывеска. Проспект Красной Армии Дункин. Уже ниже, как все оживленные, много машин, так же много пешеходов ходят, нам это сами не помешает. Ницелинская церковь Ницелинская. В Ладру пошла вон туда. Вот сейчас мы туда с вами и пойдем. Немножечко левее. А вот она уже виднеется перед нами. Ну, отлично. Пойдем по проспекту погуляем, посмотрим на Ладру. Ну, вот мы с вами приближаемся. Сейчас вот отсутки сейчас сделаем. Вот что у нас здесь. Памятник родителей Сергия Радонежского. Пешеходная зона на дорогу к странам. И здесь заболевание, конный двор. Мастер-класса поднимемого сонга уже. Очень интересно. Пойдемте дальше посмотрим. Очень редко здесь бываю. В принципе, за набору ехать не надо. Просто решил сегодня проехать к турни даче, прогуляться и показать вам. Вот здесь посадки, Ильинская улица. И описание такое. Даже немножко прочту вам. Название этой улицы происходит от церкви в честь святого пророка Божьего Ильи. Каменная Ильинская церковь была построена в 1765-1773 годах в бывших пушкарской и стрелецкой слободах к юго-западу от Троицы Сергиевой Лавры на месте одноименного деревянного храма. В народном создании пророк Илья повелевал громами и молниями. Избрание его небесным покровителем пушкарской и стрелецкой слобод не случайно. Пушкари и стрельцы, охранявшие Лавру, сами повелевали громами и молниями. Только не небесными, а рукотворными пороховыми. Ильинская улица началась, начиная с проспекта Красной Армии, Московская Большедорожная улица, пролегает вдоль южной и западной линии ограды Пафнутьева сада, соединяя здесь с улицей Кустарной. В начале 20 века здесь, в небольшом деревянном одноэтажном доме, поселился крестьянин Михаил Савельевич Гелов, владелец книжного магазина и издатель многих почтовых открытых с видами лавры и посада. 6 августа 1924 года, по ним Ильинская улица исчез в карте города. Его заменило название Пролетарская. Людям 20-х годов это переименование было вполне понятно. На Ильинской пролетарской типографии имени 6 октября, так ее называли в 20-30-х годах, пока она не стала просто загородной типографией. В своей работе наши полиграфисты в те времена были связаны с большевистским научным центром, коммунистической академией, выполняли заказы ОГИЗа, объединение государством вперед. Типографии часто приходилось выполнять серьезные столичные заказы. Осенью 1941 года там была отпечатана большая партия листовок для готовящихся партизанских отрядов. В 50-70-е годы выполнялось много заказов столичных издательств, технические брошюры, книги по коммунальному хозяйству, художественной литературы, альбомы для музеев. На Пушкарской улице был прописан городской парк культуры и отдыха с 1936 по 1964 года, носивший имя Николая Сергеевича Хрущева. В середине 1930-х годов бывший монастырьский сад превратился в типичный советский парк с летней стразой, бусетром, спортивными и детскими площадками, летним театром. На зеленых газонах установили гипсовые вазы и скульптурные группы. В 1936 году пришла идея пригласить на открытие летнего сезона первого секретаря МК и МККБ Николая Сергеевича Хрущева. Наиболее знаменитыми и уважаемыми литеров парка были Казаков, который возглавлял его с 1922 года. Ну, в общем-то, такая краткая и небольшая. История, как бы, да, идем дальше с вами. Памятник воинам 1945-х годов. Сейчас посмотрим. Кстати, здесь тоже есть вечный огонь, как и на Красной площади, очень интересно. Сейчас пойдем поближе, посмотрим с вами. Пока. Поближе посмотрим с вами. Землякам, отдавшим свои жизни во имя Отечества. Посмотрите, какая красота. Отличный огонь. Такой здесь постамент очень интересный. И вот фамилии и звания павших героев во время Великой Отечественной войны. Жители города. Вот так вот немножечко вам покажу. Такой вот небольшой ракурс. И пойдем к Лавре погуляем. Про Ильинскую улицу я вам рассказал. То есть, да, понимаете, что она сейчас называется проспект Красной Армии. Ну, не она называется. Она раньше называлась Ильинская. Потом ее уменьшили. И сделали такой вот каламбурчик. Вот еще. Вот еще. Так, а нам теперь с вами надо каким-то образом попасть в Лавру. Сейчас я посмотрю, как это сделать. И мы с вами пойдем погуляем дальше по Лавре. Такая вот красота. Идем в грамму. Тут что-то ремонтируют. А вот здесь вообще красота какая-то здание. Посмотрите. Там впереди на горе, на дороге. Очень красивое здание. Там гостиница. Ресторан. Ирлутский дворик. Очень красивая постройка. Потрясающе. Вот стены храма. Начинается. Тут за забором что-то строят или реконструируют. Не знаю. Сейчас пойдем поближе уже в сам храм. Написано, что храм открыт. Так понимаю, после пандемии его открыли. Поэтому пойдем смотреть. Стучки сгущаются, но они нам с вами не помешают. Идем дальше. Мы с вами дошли до храма. Здесь у прихрама такие вот лавочки. Лавский калач. Подарок из Лавры. Подарки из Лавры. Вот такие вот. Брюсчатки все вымешены. Такая вот красивая постройка. Посмотрите. Здесь все прихраме. Как красиво. Не могу. Все это на горе находится. Знаете, когда вверх поднимаешься. Немножечко. Так, это все здесь гористая местность такая. Вот там еще памятник. Чуть недалеке. Вот такая вот красота. Знаете, я не буду много голословным, потому что мало знаю, что здесь. Но мы с вами просто тихонечко погуляем по лавре. Посмотрим просто здание. Где-то, может быть, не получится. Войдем внутрь, посмотрим. Просто я не знаю, разрешат ли мне снимать там внутри или нет. Ну, посмотрим. А вот стиральный вход в лавру. Троице-Сергиеву лавру. Такая вот красотища. Ну что, пойдемте внутрь. Погуляем внутри. Дорогие мои, заходим внутрь. Громко говорить не буду. Пусть с вами погуляем. Такая вот стена. Сюда с вами. Вот здесь цветы. На потолке. Идемте дальше. Треба, фельдорик. Мороженое, горячая вытачка. Вот план Троицы-Сергиеву лавры. Такой небольшой планчик. Я вам сейчас уже покажу. На обратном пути сфотографирую. Сниму по полной. Идем во вторую арочку. Смотрите, какая красотища. Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok. Знаменитые места. Здесь очень много туристов. Всегда приезжает в Золотое кольцо России. Отчуда ездят со всего мира к нам гулять. Едут через Сергер-Пасад, в Александров. Дальше. Другие города, да? Как Суздаль, Владимир. Ну и так далее. Кострома. Такое здесь убранство у них. Сливок все так. Они за всем следят. Чистота, порядок. Это очень большое. Здесь за неделю обойти не обойти. Здесь очень красиво. Успенский савор. Сейчас мы попробуем с вами во многих-то обойти. Смотреть. Вот как мы часовенька, чтобы до нее дойдем. Смотреть. 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 Мы used to leave. Субтитры делал DimaTorzok Экскурсии ведут Что-то здесь Ну, многолюдно Обычно по выходным здесь Сейчас не очень-то много гостей Просто гуляющих Прогуливающихся Смотрите, прелесть какая Я очень люблю такие места посещать Настолько красиво Илганство еще Такие вот у нас Достопримечательности Подмосковья Был бы я экскурсоводом, я бы вам рассказал бы историю экскурсии провел бы и так далее Но, к сожалению, у меня с этим проблемка Не умею мне рассказывать Только про парфюмерию мне рассказывать Экскурсии проводить не умею Не научился еще Ну, придем и к этому Будем гулять Церковная лавка Вон впереди Вот это Смотрите Там можно воды попить Умыться Святая водичка Вот в этой такой вот купели Сейчас мы до нее дойдем Я вам все покажу Немножечко так прогуляемся Потом пойдем обратно Я пойду на вокзал Поеду на дачу И покажу вам еще город У нас, кстати, есть тут достопримечательность Матрешка Большая Такая большая Попробую сейчас за нее зайти Если ее не сняли Посмотреть Показать вам Смотрите Водичка У меня посуды с собой нету Не могу набрать Не думал, что я буду здесь Смотрите Смотрите Продолжение следует...